Итак, привет всем! Сегодня мы будем готовить индюшатину, конкретнее индюшинные ножки. Вот такие вот они у меня две огромные. Вот такие вот. Готовить я их буду приблизительно час в духовке на 200 градусов. И предварительно мы их немножечко замаринуем. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится лук. Я буду делать окрошку, поэтому у меня вот такой лук. Вы можете брать не обязательно такой обычный лук. Следующее. Немного горчицы дижонской. Мариновать мы будем вином белым сухим. Это такое у нас во Франции, но не обязательно. У вас любое белое сухое. Немного кефира. Опять же такое у нас во Франции у вас будет другое. Это кефир. Немного я буду добавлять базилика. Но базилик это кто любит, кто не любит. Дело вкуса. Я буду добавлять. И потом уже в замаринованные ножки, буду выкладывать в фольгу, я добавлю кусочки грибов, разрезанные на 4 части, и немного перца. Итак, приступим. Нарезаем лук. Лук будет скорее работать, когда мы уже будем печь ее, чем сейчас. Следующее. Это мы открываем белое сухое вино и поливаем курочку. Не переживайте, вино алкоголь испарится. Так что можно давать детям даже не переживать. И поливаем кефиром. Духовка моя разогрелась, подойдем сигнал. Я вам забыла сказать, что я еще буду использовать чеснок сухой, измельченный, и прованские травы. Это базилик, это тимьян, и это... Сейчас я вам скажу... Розмарин. Так, я добавляю сюда горчицу. Кто не любит горчицу, можете не добавлять. Это не обязательно. Я вам показываю свой рецепт, вы его можете переделывать, как хотите. Следующее. Это чеснок. Опять же, чеснок, он даст свой вкус именно уже при готовке. Потому что он, вот, действием температуры, конечно, начинает работать. Я добавляю и сухие травы, и немного свежего розмарина. Ну, так как это, конечно, совершенно разные вещи. И немножечко солю. Соль у меня морская. Некрупная, обычная. Вот такая вот. Так. И теперь... Прямо целую веточку розмарина. Я вот так вот порву. Тоже при выпекании она даст вот этот вот свой... Размарина. Слышите, базилик. Она даст свой неповторимый коронат. Вот так оставляем буквально минут на 30. Пока я почище грибы и порежу перец. Перец прямо сейчас можно порезать. Вы его можете прямо положить сюда. Потому что все это в итоге, вся жидкость все равно пойдет в форму для липечки. Ее мы застелим фольгой. Все вот это так и будем запекать. Хотя, вы знаете, что я думаю. Я, наверное, прямо в этой форме и запеку. Никогда не запекала, но сейчас закрою фольгой и буду запекать прямо вот так. Какая у меня идея на ходу появилась. В жизни не запекала в этой форме. Но раз я здесь мариную, это для удобства. Обычно я в миске мариную. Но в миске не видно для вас, как это все происходит. Поэтому будем мариновать, то есть будем запекать прямо здесь. Грибы режем не очень мелко. Вот я буквально такой большой гриб разрезала на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 частей. И прямо в этой форме выему и прямо в ней буду и подавать. Вы можете сделать любой гарнир. Мы едим просто так, так как две ножки очень большие. Я вам сейчас скажу вес. Я грибы очищаю, потому что они большие. Если бы они были маленькие, я бы скорее всего просто помыла. Хотя честно, я люблю очищать все-таки шампиньоны. Какие бы они маленькие ни были. Так, вот оно у нас готово. Теперь мы прямо накроем фольгой, и оно будет мариноваться прямо в фольге. Если кто-то приехал во Францию и не знает, как называется фольга, то вот оно название. Я когда приехала, вообще ничего не понимала ни на французском. Вернее, не на французском, а именно на французском. Все, что было написано, потом уже методом тыка и догадок, все это дошло до этого. Ну и, конечно, уже потом пришел язык понемножечку потихонечку. Так, вот так выглядит наше блюдо в фольге. Я его оставлю на 30 минут, и через 30 минут разогретую до 200 градусов духовку. Так, теперь мы эту всю красоту уложим в духовку. Вот так вот в фольге все это замотано и в духовочку. И оставляем примерно на 1 час. Насколько она пропеклась, достала я свои ножки индюшины. Ничего, что вот этот перчик, видите, как будто подгорел. У него вот корочка вот отделилась, видите? Вы ее можете снять, если вам не хочется эту корочку есть. Но я люблю этот вкус. Это как с гриля получается. И ножки, поверьте мне, очень-очень мягкие. У меня папа говорит, что это просто супер блюдо. Знаете, у него зубы не совсем позволяют есть какие-то твердые вещи. Поэтому уж поверьте моему папе, что действительно мясо просто тает во рту. Вот такие вот кусочки. Эта подливка, видите, пустила сок индюшатина, кефир, выпарилось вино, алкоголь. Вот эта подливка получилась. Она очень тоже вкусная. Ну что, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok